Сегодня нам тоже не сидится в санатории, и мы приехали на территорию Воронцовского дворца. Здесь очень шикарный сад. Наконец-таки мы зашли в тенёк, где уже довольно-таки комфортно. Сегодня очень жарко. Смотрите, какая зелень, какая красота. Надеюсь, вы вчерашний влог посмотрели и увидели, как мы были в Ливодийском дворце. Очень красиво, если не видели, посмотрите обязательно. В парке очень много всяких лапочек с сувенирами. Совсем-совсем. Ну, мы, как обычно, не удержались. Максим сказал, что ему очень срочно нужна бандана, потому что реально голову печёт. Купил с тематикой тоже с морской. Она не просто бирюзовая какая-то, а там что-то написано. Типа, Чёрное море. В общем, надписи какие-то я не успела прочитать. Он уже быстренько всё себе напялил и наслаждается тем, что ему голову не печёт. А вы, пока я иду, наслаждаетесь природой, погодой. Купила Настюхе подарочек. Сейчас вам покажу. Я её спрашивала, что тебе привезти, что тебе привезти. И косметики опять накупила целый пакет. Ну, это, не знаю, уже вам, наверное, в отдельном чём-нибудь покажу всё вместе, когда всё уже до кучи куплю. Смотрите, какого помпончика на сумочку. Ей купила из норки такого ёжичка. Думаю, ей понравится. На территории здесь есть городской пляж, поэтому можно брать с собой купальник, спуститься и искупаться. Здесь очень много направлений всяких. Верхний парк, к дворцу вот мы приближаемся. Много всего. Эти лавочки опять торговые пошли. Мини-водопад. Если вам как бы лень идти, есть вот такие вот машинки, которые направляются по парку. И за определённую плату вас отвезут. Сколько стоит, не знаю. Мне это неинтересно. Поэтому мы хапаем охапку здоровья и ходим пешком. Хотя бы на отдыхе походим пешком, потому что, приехав домой, опять сяду за руль и опять будет сидячий образ жизни. Конечно, всё портит, но мы приближаемся уже к Воронцовскому дворцу. Вот, смотрите, какие каменные стены, гроты, проходы. Чего тут только нету. Удивительно, никого нету. Смотрите, какой дворец. Свадьба приезжает сюда фотографироваться. Удивительно красиво. Мы идём купить билеты, чтобы попасть, вот где группа людей стоит. Туда заходит сам дворец. Перед этим нужно купить билеты. Вот идём как раз-таки за билетами. Мы вошли в ещё один дворик. Очень дворец большой. Дерево тут. Посмотрите, какое дерево. Вот это всё одно дерево. Представляете? О-о-о! Вот это дерево. Вообще, говори, что он такое дерево в Гарри Поттере видел. О-о-о! Вообще, шикарно. Смотрите, какие дорожки. Стоим их билетом. Мы купили два единых билета, которые стоят каждый по 650 рублей, которые даёт возможность заходить во все залы и все выставки, которые здесь есть. Здесь и кухня, и там квартира Шувалова. В общем, буду вам всё рассказывать. Первое, куда мы должны обязательно посетить, это парадные залы дворца. Поэтому вот сейчас идём сюда заходить. Здесь электронный турникет. В общем, эти билеты электронно считываются. А в начале полы из себя представляли, паркет сохранился подольше. Там ему сто лет. Его положили при внуках Михаила Симоновича Воронкова. Мы проходим следующий отдел. Кабинет хозяина дворца. Продвигайте ближе к верёвочке, чтобы все это не слились. Работа выполнялась под руководством мастера Олегчика Романа Фортунова. Это книжный шкаф из чёрного дерева. Работа французских мастеров 18-го года. Уваров, Нарышкин, Викингдорф. Это авторские повторения художника Джон Джадоу. Такие же партнеры можно увидеть в Зимнем дворце в Эрмитаже. В смысле повторяют скульптурную композицию на Красной площади. Дополняют экспозицию кабинета две скульптуры. И фельдмаршала Брюхера и герцога Велина. Пройдём в кабинет хозяйки. Китайский кабинет по отделке верхней части стен. Китайскими циновками из тонкой рисовой соломки. Которые расшиты шёлком и бисером. Это работа крепостных вышивальщиц. В центре портрет неизвестного художника с оригинала Джон Джадоу. Изображена Элизавета Ксаверина, супруга графа Вороссова. В девичестве Враницкая. В венецианском платье согласно моде тех лет. В этом помещении отражён баланс графных мастеров, которые трудились на отделке дворца. Мастера искусно изготовили высокие панели из светлого дуба с тонкими сложными рисными украшениями. А особым изяществом отличается резьба внутреннего стеного шкафчика, в орнаменте которого буква Е. Первая буква имени владельца кабинета. Потолок здесь более декоративен, чем в кабинете хозяина. Он имитирует резьбу по дереву. Он лепной, алебастровый, расписан масляными красками. Тулья и кресла, работа крепостных мастеров. На спинках стилизованы воронцовские монограммы. Во дворце была своя собственная мебельная. Мы готовлены в XVIII веке в технике расписного лака. Здесь рисунок наносили соком лакового дерева. Слой за слоем множество слоёв. И рисунок приобретал объёмный характер. Мы идём в сельцевую гостиную. Боковыми шкафчиками для них работа английских мастеров. Вестибюр. Вестибюр. Так, вестибюр. В полы 16 века. В полы устраивали в центре здания и они спешили парадными входами. Входные двери ведут с северного фасада здания вестибюр. Из вестибюля двери уходят другие парадные залы, а также на второй этаж. И именно за этими дверьми также раньше были удобства ванны, комнаты и туалет. Это был первый в Крыму дворец с такими удобствами. Арки с которыми хорошо сочетаются два диабазовых камина по двум сторонам вестибюля. Они изготовлены из того же камня, из которого построен дворец. Здесь он настолько тонко отшлифован, что получил зеркальный блеск. Живопись этого зала соответствует его парадности и монументальности. Художники на парадных портретах подчеркивали высокое положение портретируемого. Выписывались роскошные одежды, драгоценности и ордена графини. Художник изобразил кстоверия Браницкого в рыцарских латах, которые не достигли уже при жизни портретируемого. Тем самым художник подчеркнул древность рода кольского магната. Был исполнен лучшим портретистом 18 века Федором Рокотовым. И этот портрет настолько понравился императрице, что она заказала еще несколько повторений художнику. Продвигайтесь ближе к центру, чтобы все поместились. Как Михаил Семенович, я вначале рассказывал. Отделка стен голубой гостиной очень отличается от отделки других парадных залов. Светло-голубые стены и потолок покрывают белый липной алебастровый орнамент в виде гирлянд из цветов и листьев. Здесь ярко представлен талант хлебщика Романа Фунтунова. Каждый цветок здесь, каждый поворот степля, каждый листочек уникален и не повторяется. Проходим в зимний сад. Можно, можно. И вон еще одна скамеечка пустая, туда можно тоже присесть. Дворец окружает роскошный парк, но чтобы выдержать характер северного замка дворца, здесь решили устроить зимний сад, в котором произрастали теплолюбивые растения, не переносящие даже теплой южной зимы. В настоящее время здесь представлены две араукарии австралийские. Голубая и зеленая. Монстера деликатесная, саговник, финиковые пальмы. Этим растениям более ста лет. А фикус репенс, который вьется по стенам и потолку, сохранился от первоначального отвернения. В его корневой системе больше 170 лет. Беломраморная скульптура, традиционное украшение парков и садов. Она хорошо сочетается с пышной зеленью, с гладью водоемов. Здесь представлены три работы русских мастеров 19 века. Афродита купающаяся, Аполлон бебедерский, Уранья муза-астрономия. Это копии древнегреческих образцов. А здесь две подлинных работы. Лоран Маркес, первые шаги. И девочка Квинтеляна Карбеллини. Мастер виртуозно владел техникой обработки мрамора. Мы с вами в парадной столовой. Это самое большое и величественное помещение дворца. Высота потолков здесь 8 метров, а площадь помещения 160 квадратных метров. И здесь широко применено резное дерево в отделке. Истящной резьбой покрыты перила балкона для музыкантов. На этот балкон музыканты могли попасть, пройдя по полкованному чугунному мостику, который соединяет столовой полосы. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 что кажется, как будто портретируемый следит за вами взглядом, в какой бы части помещения вы не находились. И таким же эффектом обладает полотно «Женщина в черном», которое исполнено лучшим традициям школы голландской живописи 17 века. И вы, когда будете выходить из этого помещения, понаблюдайте за глазами этих людей. А мы сейчас подходим к последнему нашему. Мы сейчас проходим к последнему нашему объекту. Буквально 5 минут, экскурсия закончится, и вы сможете устроить фотосессию. Не разбегайтесь, здесь обычно все пораженные красотой рассеиваются. Огромная полуциркульная ниша в два этажа, которая украшена резьбой по алебастру. По фризу ниши идет надпись на арабском языке, шестикратно повторяется и гласит. И нет победителя, кроме Аллаха. Это художественный элемент, который подчеркивает восточный характер южного фасада. От дворца к морю ведет диабазовая лестница, украшенная беломраморными скульптурами львов. Их изготовили в Италии в мастерской скульптора Банани. И лучшим из них считается спящий лев на нижней террасе. Его исполнил сам мастер Банани. Остальных львов изготовили его ученики. Напротив спящего льва лев, пробуждающийся. Следующая пара поднимающиеся львы. Одного из них признавали Роджи. А львы летящие могут охрану ухода во дворец. Воронцовский дворец это уникальное явление в архитектуре. Он стал неотъемлемой частью пейзажа южного берега Крыма. Я уверена, вы получили множество прекрасных впечатлений им.